приветствую вас дорогие подписчики и уважаемые гости канала a handful of boys и сегодня я вам расскажу о том как я жестко сходил на питерский командник по килтиму и гордо выиграл 4 игры за интерцессоров как гласит заголовок этого самого видео в общем мое стандартное турнирное приключение и последующий о нем рассказ записать это видео я хотел намного раньше но к сожалению я вот такой весь в себя симпатичный взял и заболел и не мог банально говорить всю предыдущую неделю но сейчас к счастью понемногу отхожу и вот собственно записываю это видео как я и обещал потому что я всегда стараюсь делать отчеты о подобных крупных ивентах а вот питерский апрельский командник был действительно очень важным и крупным событием для не только питерского комьюнити но и в целом общероссийского итак собственно более подробно по информации командный турнир glory in under hive приходил в питере 13 апреля в клубе анклаве и собрал он 16 команд по 3 человека всего 48 человек и того это вышел самый большой турнир эпохи лтиму в питере в принципе за всю историю то есть до этого у нас был самый большой сольник на 32 человека да и вот сейчас у нас самый большой турнир в принципе по наполняемости целых 48 человек анклав мы съели полностью да все два зала это было очень понятно и здорово в чем прикол командника как люди не всегда знают что вот в киллтиме командники существуют хотя командники мы играем уже по сути два года если не то я уже начинаю путаться немного во имя дело в том что здесь у команд есть определенная власть над составлением парингов в самом туре то есть не так что три человека играют на одном столе нет это именно влияет на паринги кто с кем будет играть да там есть такая майнгеймная штука с карточками участников они будут сейчас в это сильно вдаваться но по сути похожая система как раз таки есть и в большом вархаммер если вы играете большой вархаммер и знакомы с командниками то здесь это все в целом также работает собственно помимо выбора матчапа мы также можем выбрать себе стол и миссию и вообще в целом вся эта система она вот как мне кажется сейчас вот по опыту уже там трех командников или даже четырех путаясь в командник когда на каких я был а на каких не был эта система она скорее не позволяет выбить самый легкий матчап то есть это возможно да типа вы можете вот взять один целый прям такой выигрышный контр матчап но это нужно прям очень сильно за майнгеймить и постараться а в большей части ситуации командник на самом деле он просто позволяет не играть самый тяжелый матчап или не играет самую тяжелую миссию что является определенной подстраховкой для вас да то есть вас банально больше шансов показать более высокий результат и в этом плане это даже выглядит как будто бы чуть более сбалансировано чем обычный сольный турнир где вы можете рандомно попасться на контр матчап совершенно неудобную для вас миссию и как бы очень глупо проиграть в командник в целом лишен подобной возможности что здорово я считаю по количеству фракций здесь есть табличка с тем как бы кто заявился и здесь я хочу отметить только какие-то важные вещи то есть кого пришло больше всего пришло очень много руки архона для меня правда неожиданность то есть у меня странное отношение к этой команде я не считаю что она какая-то там мега сильная или мега крутая но тем не менее очень много людей пришло именно на ней да то есть читая человека от общей массы это действительно много далее неудивительно для меня это читая бисмана до фил горы это по мне одна из сильнейших команд в игре сейчас поэтому я ожидал что их будет много и такая ситуация с пасами да для меня это тоже было вполне ожидаемое явление по 3 внезапно варбковина вообще в принципе для меня это было неожиданно но варбковин хорошо бафнули и наверное из-за этого он привлек снова внимание людей то и легионера тайцесса абсолютно стандартный я бы сказал набор для этих команд хорошие просто крепкие ребята которые всегда хорошо себя показывают то инквизиции тоже потому что при сильная команда в мете это и фобоса по той же самой причине да то есть мы в целом видим что дублируются именно сильные команды в мете вот какое-то для меня до исключения составляют рука архона хотя опять же многие считают ее сильной команды я считаю просто соединенные команды да здесь я скорее просто расхожусь с определенным тарендом общественного мнения вот собственно здесь как эти команды объединялись вы команды побольше да то есть как люди игры провали вот можете посмотреть да на табличку здесь я не буду подробно вдаваться наверное только задержусь на твантую ниши в которой спойлер выиграли весь командный ивент а у них как раз собственно вот есть бисманы флгоры да одна из сильнейших команд в игре инквизиции которые точно одной из сильнейших команд в игре и рука архона ну просто как бы да хорошая сильная команда на ней играет джимба который в целом отлично управляет строку архона да из-за чего мы его в питере даже называем рукой артема то есть здесь как раз таки вот такой хороший нормально сбалансированный набор фракции где каждая в целом команда хорошо делает буквально все и это как бы поняли нормально составлены команды почему я это говорю потому что наша команда была ненормально составлена в этот раз я был капитаном но шли мы составом птичьего черепа который вам знаком наверное по отчету московском команднике да то есть это не мой стандартный набор у меня вот была своя команда и handful of boys где был я вот старый напарник по каналу толя и еще она ждал коля но собственно то ли уехал во францию колю забрали в армию на срочную службу и по итогу собственно я остался без команды и как раз таки когда была пара московского командника меня занесло меня пригласили до в команду птичьи черепс никита тифбайтером и джаз фанком тогда я был просто обычным участником здесь я решил переквалифицироваться в капитана и поэтому команда получила в том числе имя моего канала у нас она такое как бы развернутое да имя относящиеся канал имя относящиеся в целом к традиции команды и собственно по составу у нас были бисманы до фил горы как бы нормальный по сути чорс до сильная команда как я уже говорил внезапные гномы и внезапные интерцесса и да на самом деле здесь как раз таки не было никакого замысла то есть мы не пытались как-то подобрать команды специально чтобы кого-то как-то контрить на то есть вот допустим в московском команднике мы наоборот пошли таким нормальным хорошим проверенным составом да никита был на старстрайдерах собственно команде на который он играет очень-очень долго и очень-очень хорошо джаз фанк был на фобосах на которых он тоже уверенно и сильно играет я был на культе на котором я тогда собственно много играл правда с переменным успехом собственно сейчас же на этот командник я бы точно не пошел на культе потому что культ сейчас это откровенная помойка за которую не интересно просто и больно играть а вот мои ребята решили повеселиться да и никита взялся бисманов плюс потому что они у него как-то внезапно оказались он решил за них вот поиграть по сути да в первый раз а и саму джаз фанку просто тоже понравились гнома он покрасил и их еще бафнули внезапно и как-то тоже захотелось просто пофаниться и потестить а я же посол пошел на состав их по вот как раз причине что я сказал я до этого играл на культе культ сейчас по нерфе ли вы абсолютно я считаю неиграбельное состояние ну и до этого это была такая тяжелая и непорядная команда уже долгое время и поэтому я кого не возьми я в новой мете везде буду немножко ощущать себя новичком и поэтому я взял цесарев просто как команду на которой могу полагаться да то есть корсаре это все-таки команда рандомная я опасался что у меня может случиться как по кубам я тельтану и мне не понравится как бы весь ивент из-за этого а цесаре это просто хорошая команда на которой можно расслабленно отыграть там целом все четыре тура там иметь достаточно время на отдых и показать хорошие результаты не особо в целом напрягаясь то есть у меня была вот такая идея просто пофанится и хорошо привести время то есть мы не шли на командник с целью его выиграть мы шли с целью хорошо привести время это важно понимать да то есть здесь у меня нет какого догадок победе тем более мы и не победили ну и теперь собственно я буду рассказывать немножко про собственно наши туры в первом туре мы попали на команду самых крутых чуваков где собственно по составу была рука архона как раз таки антар клейд и хереток с орекл да а собственно московская команда мы там попарились немножко наш оригинальный план сломался хотя у нас не было какого-то да оригинального плана на паринге мы везде действовали как бы исходя из того чтобы ну что-то нормальное собралось то как бы хорошо вот по результатам парингов собственно никита тивбайтер на бисманных попал на хереток с орекл самом как будто бы не такой плохой матчап сейчас гном попали на hunter клейд моем представлении тоже матчап плюс-минус туда-сюда а был по крайней мере да а я попал на руку архона да играли как раз таки с тоже капитаном команды наших оппонентов с нишей насколько я помню ник там люцифер имя не помнил по моему миша если смотришь что извини пожалуйста напиши в комментариях как тебя точно зовут но я запомнил тебя как нишу вот играли мы миссию секью и channels на и т.д. то есть в каком-то ойду мне даже повезло с кайты да то есть рука архона плохо себя показывает на и т.д. процессорица показывает там плане намного лучше то есть мне действительно повезло с кайты там же матчап со свою кайф он и я его видел как скорее негативный для себя плюс потом поищнишь твою кайф он и я вижу корсалев я помню что кайф они бы неплохо играю с тестами моем представлении рука ну типа делает все плюс минус тоже то точно так же но в каких-то ситуациях лучше за счет более стабильных попаданий как выяснилось я немножко поменял свое мнение по ходу командника в целом и так собственно по kill sim я взял свою стандартную сборку которая считаю в принципе самый лучший эффективный зацессоров в любой ситуации это сержант с авто болт рейфом и поляр вэпоном которым из реки выдаются болты 4 и 5 то есть он просто хорошо стандартно и стабильно всех убивает а далее идут ганар и горнадёй как наши как бы вшитые специалисты далее два стрелковых интерцессора с болт рейфами и с копами на летал 5 плюс как бы это самая лучшая по сути стрельба что у нас есть и я солт интерцессор просто чтобы где-то кого-то если что забить чайником и просто бегать всех пугать почафф на тактикам тоже никаких откровений а рапид и дюребл это в целом самое лучшее вы можете взять а рапид вам дает возможность на и туда особенно банально доходить до 2 и и открывать тут же дюребл позволяет вам просто хорошо жить чаще всего это вам плюс там 2 это и 4 вунды дает всегда собственно его оппонента была тоже стандартная сборка руки айхо на против элите то есть ганар был с бластером сибарит с бласт пистолетом хэви ганар был со сплинтой каноном что в целом тоже логично единственное мне показалось что собственно миша люцифер взял очень странный крип то есть внезапно он взял фантазм гранату что для меня было абсолютно непонятным но окей такое как бы иногда бывает я даже удивился пенсионистом то может быть есть какой-то план там допустим заставить меня нажимать and they shall know no fear но проблема в том что я так всегда нажимаю and they shall know no fear со второго хода поэтому наверное все таки в останущей гранате не было большого смысла далее были взяты два и fine poison насколько я помню честно я здесь не помню я точно помню что было и fine poison на sky сплинтая но не помню был ли fine poison на сплинтой каноне вот это у меня как-то ускользнуло из памяти но я точно помню что не было взято ни одного летала 5 в ближнем бою то есть дуэлистка бегала без пятого летала и flare бегал без пятого летала для меня это было вот наверное тоже странно немножко ну и омин висел на ганай с бластером что в целом логично и стандартно по вторичкам я взял тоже свою стандартную сборку это eliminate guards фраут и робо на рэн зак мой оппонент под окопсом взял eliminate guards pray the soul depth эта фрикционка не поставить на руки архона на убийство ну зачем не на убийство на накопление принтокенов что по сути является до вторички на убийство и их от ханта собственно миссия channels одна из моих нелюбимых миссий на это да в принципе потому что на это да я основном играл или за хаос культ или за корсаров и в целом за обе эти команды честно карта очень так себе но за интерцесса и она на самом деле замечательная потому что у вас как бы в каждой вот этом отсеке в каждом отсеке у вас по два парня эти два парня отлично как бы их удерживают а оппонент может каком-то отсеке банально закончится и вы таким образом просто придавите фланг двумя своими моделями и все у вас будет хорошо и помимо этого открытая вот эта комната в центр она тоже позволяет нашим строковым интерцессор им хорошо расходиться в кого-то стрелять по баррикадам я прикрыл стандартную точку в центральной комнате и прикрыл себе деплойку внезапно вот в комнате слева получается потому что я решил что на саму точку я не буду как бы особо выходить но в плане там ее можно нажать просто как бы за активацию на нее походить нажать и дешнуться под стену и больше на ней стоять не нужно особо и лучше как бы безопасно встать чтобы оппонент случайно не мог открыть дверь в меня там чем-то шибануть и пока я еще не вышел из своей деплойки мой оппонент собственно абсолютно зеркально расставил баррикады что на самом деле ну это понятная как бы штука единственное вот как раз миша прикрыл именно точку не стал прикрывать деплойку а прикрыл точку что для руки райхона как раз таки нормально они не могут себе позволить да походить нажать точку и дешнуться под стену них апрел к сожалению на это не хватает а вот этот отсек остался абсолютно пустым с обеих сторон также стоит отметить что я был атакером то есть я видел я расставлялась последним то есть я видел как раз таки уже целиковую расстановку своего оппонента что повлияло сильно моего решения потому что на остановке на самом деле решилось очень многое в этой партии то есть вот в этой комнате краски голые в консиле оказалось той модели это я и линда обычный агент и лексикант в этой комнате в консиле оказалось гримсон дуэлистка флэр и бластер а здесь же в энгейдж бластер кстати стоял в энгейджи да тоже это важно на самом деле это то что меня потом удивит на первый ход в этой комнате жестко все стояли в энгейджи и sky splinter и sky splinter был по центру лидеры был вот здесь и собственно с этой стороны heavy gunner то есть эта комната была очень-очень агрессивная вот это очень очень пассивная но поэтому она же была менее всего защищенная и поэтому я видя это как раз таки в эту комнату поставил в энгейджа собственно своих самых сильных стариков это ганна и лидера сюда отправил осолтника и обычного чувака с болт-райфлом и сюда собственно гринадёра и осолтника не осолтника как таки обычного цесора с болт-райфлом вот чтобы они разобрались с местной всей чучелой а итак что же произошло я на скаутинге взял себе инфильтрейд чтобы поменять приказ и потенциально вот в этой комнате тоже кого-то надавить или при помощи гринадёра или при помощи толкового цесора а в этой комнате а мой оппонент арене да взял тэш да и поэтому я решал как бы ходить первым и я решил ходить первым для того чтобы накрыть всю вот эту как бы шоблу из трёх моделей бластом потому что они прекрасно стояли в бласт аренже вот мой ганнар как бы спокойно вышел открыл дверь и шибанул бласт к сожалению он не убил ни одну из трёх моделей но опустил все три модели в инжио и туда там при двое страде я очень хорошо попадал то есть каждом брестке у меня было два успеха и два критиков успеха спасибо лету пятому на бласты за into the dark это на самом деле очень сильно как-то сразу повлияло и на мораль миши и потенциальный наход партии потому что в целом уже было понятно что этот фланг я выигрываю чтобы не произошло дальше далее у нас была всякая минорная возня вот здесь в комнатах я нажал точку одним маром до другим маром здесь открыл 2 и тоже спрятался под баррикаду здесь у меня ассалтник спрятался под стену надеюсь на следующий ход вылезти и кого-то подчарджить или кинуть гранату а вот мой непосредственный обычный торжества решил сыграть в агрессию он также вышел вперед открыл дверь и за смену приказа пострелял в хэви ганна не убил его на сделал энжориным что в целом меня полностью устроило потому что потом этот энжориный хэви ганна ничего не попал и в целом дамага в меня не нанес вот а уже там всяких sky splinter ассинов и лидеров меня были там силы и возможности пережить однако меня миша очень сильно удивил на конец первого хода я как обычно как не играющий частный тогда человек забываю что нужно ставить баррикад более осторожно я просто привавлил определенный момент и вот этот самый бластер который вышел сюда на икон дэше он резко сделал move dash за fleet of food и собственно убил мне банально и стрелковый интерцессор выстрелом в упоре как бы я подобного никак не ожидал и меня это очень сильно ну можно сказать тоже расстроило не нанесло на меня какой-то подавляющий эффект тем не менее я решил не сдаваться и посмотреть что будет дальше дальше была инициатива второго хода который я выиграл внезапно и у меня тут была вилка или идти разбираться с вот этим негоняйским бластером что он больше ничего плохого не сделал или идти разбираться с и линдой чтобы и линдой мне не заинджорила еще больше моделей я почему-то решил что избираться и линдой куда более важно и пошел собственно именно это делать своим лидером да я вот выбрался в эту комнату им и очень плохо поставила в линдой убил ее только с двух стрельб а тем не менее сделать хотя бы вторичку раут и далее как раз таки вот этот самый бластер который остался здесь он ехидно сделал неожиданно для меня вещь еще тем более да я думал что он просто убьет ассолтника и как бы полностью освободить центральную комнату моего присутствия вместо этого бластер побежал как раз таки сюда то есть опять же был 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 мув дэш за флит оф фуд был открытие двери за собственно принт токен который дает 3 апрел и вот собственно здесь оказался бластер и гуарда шибанул мне в лидера но попал по моему только два или три раза с двумя роллами и в итоге мы видео города остался в пяти вундах что ему в целом хватало чтобы полностью удерживать эту самую комнату здесь на самом деле очень сильно повезло если бы я слил лидера в этот момент то вполне потенциально я бы сливал все таки этот фланг там оставался только и джорный от елендер ганна и больше никого а мой оппонент также делал бы хэдхантер на два очка то есть здесь вот немножко зарешали кубы я должен дать миши все-таки должное это был очень интересный и крутой мув то есть который для меня стал абсолютной неожиданностью и здесь его буквально плюс подвели кубы но вот это к сожалению такая больная особенность эльфийских команд они очень сильно зависимы к сожалению именно от брестков кубов ну а далее собственно пока вот бластер дело вот это самое стрельное действие я решил не разменивать по мелочам и банально решил зачистить эту комнату и вот мой интерсессор переживший да там залп из раненого хэви ганна который ничего не попал и залп из бласт пистолета собственно просто вышел в комнату и убил сначала лидера и потом собственно хэви ганна то есть мне как-то очень жестко повезло там на стрельбу но на самом деле оба они были подранены да то есть лидер был подранен из моего горбоча в целом неплохо у руки архона а это у хэви ганна я и так неплохо подранил своей обычной стрельбой то есть эта комната тоже оказалась фактически зачищена и пока вот здесь меня чаджила крымсон дуэлистка и собственно отчаянно очень плохо со мной довелась потому что не не было летал пятого здесь же горнайдор просто вышел и добил алексибаита и в итоге вот эту комнату я зачистил в принципе без каких-либо потерь за себя для себя и заскорил точку тем более то есть вышло вообще все очень сильно хорошо мой же ассортник убив да внезапно как-нибудь на дуэлистку в ее же ближний бой потом пошел последней активацией на эту точку стрелять во флэре что было наверное моей ошибкой потому что я его не убил но в итоге мы просто обменялись точками по факту да то есть я забрал у миши эту точку а он флэром пошел и забрал у меня вот эту точку да но в итоге я уже вел 4 и 2 а вторую кирайхона оставалось там буквально полтора инвалида собственно агент в двух вундах немножко подреденный флэр и собственно бластер вот здесь которым мы там дарились ближнем бою собственно мой ганер на его ганеры вот ну и по факту дальше игра уже была решена то есть я там как-то дебил ганера в ближнем бою не помню честно каким образом перескорил собственно вот эту точку в том числе рыба на ранзак я сделал ассортником своим там по чарджу убил и собственно с флэром мы тоже разобрались там объединенными силами как резки гранадёра и стрелющего цесса и по итогу я вообще поскорил абсолютно все точки на четвертый ход и того игра закончилась еще на 23 9 то есть я скурил уверенно 4 точки каждый ход кроме собственно первого когда это невозможно было сделать вторичку я замаксил миша же не сделал вторичку вовсе потому что не убил достаточно цесарев но бил только тарёх да это 6 пейн токенов вместо искомых 9 и по миссии поскорил всего лишь 7 очков вот тем не менее было очень интересно то есть меня прям очень жестко вот удивил муф с бластером как первый так и второй то есть здесь я признаюсь совершил как большие ошибки и здесь просто опять же прикол цесарев что цесарь как команда прощает вам ошибки во время партии а вот рука архона допустим не прощает да даже плохие брезвки кубов и в этом плане на каком-то вот таком уровне цесаря они именно перегревают руку архона то есть это на самом деле вот инициалисты такой матч-ап да который оказался все-таки в мою пользу потому что когда действительно нейтрализуется бластер нейтрализуются лизер и крымсон дуэлистка то руке архона буквально нечего просто уже делать с интерсессорами и интерсессор просто их разваливают вот но моя команда проиграла свои игры да то есть я как капитан не подсоромил свою часть победила мои же командники проиграли и мы вот думаем я точнее думал ну все мы проиграли первые туры сейчас попадем на каком-нибудь лайтовых чуваков найдем но в итоге мы нашли команду никиты фиоре ну точнее у них капитаном был известный да алексей джорни никита фиоре был просто участником но тем не менее я это называл как бы команда фиоре у нас есть какое-то определенное приклятие мы каждый командник всегда играем с командой фиоре чтобы мы не делали вот даже сейчас поиграв первый твой мы все равно попали на команду никиты фиоре которая тоже проиграла свой первый твой в общем я был немножко расстроен и подавлен этой ситуации собственно по парингам мы попарились следующим образом сквад играли со страйдерами на энтузо дарке обе спины играли с фобосами на октариус а я же играл с руку архона с лёшей вермиллионом нашим подписчиком и другом надо привет тебе лёша большой если смотришь играли мы собственно капча сектор на открытом столе там карту посмотрим чуть подальше по килл тему у меня вообще ничего не меняется если честно я не люблю менять свои карточки и свои составы потому что я считаю что у меня есть определенный ультимативный хорошая сборка которая работает и не нужно ничего вообще выдумывать у лёши же была более такая стандартная и знакомая для меня отписка руки архона а то есть был летал пятый на дуэлистке и на флэре был баннер на элексиканте ну для того чтобы нормально сквайда капчу и это полезно в целом я считаю кому-то еще что-то выдано было на сдачу по моему или там уже не остается сдачи я не помню точно оман висел на гана из бластером а вот по миссиям лёша удивил и взял айкон да а не а секунда старой потом его за это захейтил как раз таки никита пиори вот чуть попозже вот но на самом деле там была определенная логика с выбором айкона потому что ну во первых давай вспоминаем да секунда старой ну как будто бы путь в цесарев делать не очень легко далее вот такая вот карта здесь целая куча вантажа кажется что можно сделать за киори вантаж но тут помимо всего прочего еще лёша немножко подзабылся да и он забыл положить точнее вскрыда и кавер айтем в начале первого хода и он вспомнил об этом ряд на середине только первого хода когда там уже половина команды отходила и как бы мне не хотелось ему запрещать просто дать использовать эту миссию ну потому что нам все бывает забыли что-то заявить да ну и просто класть ему этот айтем куда ему хочется уже не очень здорово когда он уже буквально видел куда походила большая часть моей команды и поэтому мы договорились кинуть айтема рандомно в центр где было не самое лучше для него место да потому что лёша его там никем не скроил на первый ход по моему насколько я помню или скроил он все-таки поскроил он его на первый выход но не суть важна как бы все равно это была не самая выгодная позиция лёша сделал очень интересный ход он воспользовался видать моей тактикой игры за эльфийские команды он полностью сконструировал свою команду вот на этом фланге то есть почти вся рука айхона стояла вот за этой стеной здесь был одинокий sky splinter и вот где-то здесь появился флэр и кримсон дуэлист когда то есть он сделал дал мне четко понять что больше всего команды будет вот здесь я не дал промоку я тоже оставил больше команды именно вот на этой половине поля здесь у меня стоял стайлок гана лидер ассалтник который с гранатами и собственно еще один стрелючий цестор да то есть вот на этой как бы половине поля я тоже получил большую часть команды и здесь оставил одного обычного ассалтника чтобы он разобрелся там когда-нибудь со sky splinter ассасином а первый выход мы сыграли очень пассивно то есть я просто занял вот эту точку вот эту точку и вот эту точку то же самое сделал лёша то есть вообще мы без каких-то там сложных приколов от играли единственное мне вот здесь отравили интерсесса я и линдеры но я уже был к этому готов то есть я в целом уже понял что если я буду играть с руку архона мне будут так или иначе отравлять одного спейс марина и мне так или иначе будут скорее всего ваншот какого-то марина бластером да то есть я просто принимать как должное отталкиваясь в игре уже от этих факторов интерес началось на втором ходу я выиграл инициативу опять же да и там уже начались какие-то странные темы с ходами потому что я не мог придумать ничего лучше чем плюс залезть на монтажку и там его там во всех стрелять то есть вообще буквально первой активации я залезал вот на эти как из контейнера и просто с них пытался выстреливать эльфов кстати на самом деле не очень хорошо потому что лёша отлично кидал четвертые сливы а я попадал там шишка на половинку но в друге там кого-то убивал кого-то не очень хорошо убивал но в целом все неплохо шло вот есть моменты которые вот действительно определили игру и один из таких это был вот мув скайсплинта разносимым сюда он решил убить моего ассортника находящегося вот здесь у него это не получилось ну он и не мог бы убить он скорее надеялся просто прелудить и прямо делу неплохо я в 6 мундах остался так то и я вот сейчас думаю чего делать вообще потому что как-то делать было особо нечего и я подумал блин ладно мне его никак не обойти чтобы до этой точки дойти да я в него постреляю типа на шарю с болт пистолета по чарджу и там убью мало ли получится как бы да но в итоге я просто города убил его с выстрела болт пистолета это для меня было абсолютно неожиданностью то есть там был какой-то дикий хайл по кубам я типа по-моему там кинул кайты все успехи или даже два кайта и два успеха но в общем этого хватило чтобы убить скайсплинта и далее я просто как бы города перешел под этот контейнер заскорил точку и оставался в полной невызимости потому что бластер типа тусовался вот здесь я тут полном обскюр и отсутствие видимости и вообще отлично то есть да вот по сути я реально отвратил себе весь вот этот фланг благодаря буквально одной хорошей стрельбе с болт пистолета внезапно собственно здесь же мне дуэлистка сожрела к большому моему сожалению одного стрелющего интерцессора который не успел ничего сделать и привязала вдобавок моего гринадёра но гринадёра пресс-фоллбекнул кинул гранату не очень удачно и в конце еще отстрелялся мой лидер хочу сказать что я как-то очень хорошо использовал горбочи да то есть у меня на горбочи получилось забрать очень много врежских моделей и по сути концу второго хода там уже осталось свою киархона тоже не очень много людей там остался бластер остался лидер остался флэр по моему и еще кто-то еще кто-то четвертый по моему тоже был но то есть уже а и лексикан был вот здесь он пережал вот эту точку да то есть там было по моему где-то пять или четыре парню руки альхона против 2 маев да пускай немножко подроненных но это на самом деле расклад уже куда больше пользу маев и далее там просто пошло всякое интересное опять же по кубам у меня получилось там жестко застрелить лексиканта еще кого-то получилось убить флэр внезапно осолотником в ближнем бою очень хорошо кидал кубы на осолотниках на самом деле и вот потом уже решающие до штуки на последнем ходу у меня сюда выбежал мой осолотник как раз таки чтобы перескорить точку туда же прибежал архсибарит руки альхона пострелял моего осолотника осолотник выжил в шести вундах или там в меньшем количестве вундах не суть важно и вот на последнем ходу они здесь стоят двух дюймах и очень много решится того кто выиграет инициативу я гордо и выхватываю из болт пистолета расстреливаю до архсибарита и добиваю его ближним бою все точка моя бластер может только убить мне непосредственно моего осолотника да и перескорить точку обратно а вот мой другой осолотник который здесь городу бил скай сплинтер ассасина он может спокойно просто мув дышом уйти на точку которой вот здесь под домом перескорить и сделать не 4 2 на последний ход что я собственно и сделал вот того партия закончился счетом 19 14 она была очень плотная на самом деле то есть я как бы забыл считать очки свои чужие оппоненты и в принципе и мне до последнего не было понятно кто лидировать но в итоге я все-таки вырвался со значительным отрывом я не помню точно счет лёши то есть возможно я ошибаюсь на два очка и был счет 19 16 или 19 15 я честно немножко не помню какой был я склад именно по вторичке вот но в любом случае у меня вот получилось победить то есть здесь конечно со стороны лёши можно как ошибку выделить наверное выбор и все-таки миссии айкона то есть если бы он взял секунду стоит там хотя бы было бы еще очко за аут и за хат хантер скорее всего это было бы все равно побольше чем то что он получил вот я что своей стороны в целом сделал как будто бы все плюс-минус правильно на самом деле то есть как бы страна это не звучало но меня действительно спасли все броски на инициативу то есть я не слил ни одной инициативы и на самом деле меня вот сбросли какие-то хорролы на болт пистолетах внезапно то есть болт пистолет и зарешали я был пистолетом вот убил фулового скресплинта ассасина я болт пистолетом сувер-вотча добил крымсон дуэлистку в пяти вундах и я с болт пистолета в одной вунде оставил архи сибарита то есть буквально этой игры которые затащили болт пистолета которые стояли лучше чем вот этот гранатомет лучше чем какая граната лучше чем болт расследовал ампятом короче болт пистолета в этой игре показали себя отлично а третью игру ну да возвращаясь так за счет команды мои сокромандники опять проиграли свои игры вот в итоге опять уходим еще ниже по турнирной таблице но я гордо не сливаюсь я капитан я не должен проигрывать и мы попадаем на команду тактикал нубов это насколько я понял команда таких любителей вообще вар машины то есть они очень давно играли в вар машину и люди знакомые с варгеймами но новые именно в киллсиме и для меня всегда как раз интересен контакт вот с подобными людьми которые много играли в варгеймы но варгеймы другого толка да потому что обычно это люди которые понимают что нужно делать да но пока они еще осваиваются там у них как раз возникают такие интересные комбы идеи и так далее то есть это здорово джим бы как раз был такой он тоже играл вармаш очень часто до этого и здесь мне тоже было интересно поиграть ну и чтобы вы думали я решил по классике выбить себя руку архона но точнее тоже вышло случайно как бы то есть мы не рассчитывали именно на это так получилось это уже даже было немножко смешно да то есть той руки я играл то и туры да я играл с руку архона в этот с андреем вятка вот зритель нашего канала подписчик тоже очень приятно было поиграть да и увидеться в целом и так играли мы миссию capture junction тоже открытый стол но диагональки и диагональки на самом деле вот такая как раз таки интересная интересная карта потому что она немножко иначе заставляет работать многие вещи там допустим а раут да допустим распространение карты в целом там разбегание туда-сюда вот в этом плане как будут на диагонали нужно специально наигрывать чтобы понимать как они действуют и в этом плане тоже был матч-ап немножко вы мою пользу из-за этого по составу собственно я никак не изменил себе единственное я поменял раут на хэдхантер просто потому что на диагоналях невозможно сделать раут то есть у меня получалось сделать раут на диагоналях только за хаос культ в свои лучшие годы на ацессорах мне кажется это вообще типа такая плохая идея то есть там это вы слишком близко должен быть деплой оппонента чтобы делать раут а вот хэдхантеры типа я подумал что сделаю типа если перечитал перечитал что скорее всего здесь будет лидер играть агрессивно мой же оппонент взял все же все ту же самую вообще стандартную сборку до руки альхона он выдал такси надо дуэлистки флэру из необычного он дал плазма гранату не елиндарь по моему елиндарь я могу ошибаться вроде вы елиндарь была плазма граната и айфайн польза на спинтер кэнон да то есть здесь тоже стандартный choice удивило меня именно плазма граната да то есть я ожидал увидеть бандер скорее но вот что было то было и андрей взял по таком с мальминейт гайдс да при за солдепт по классике и раут вот раут это как раз таки была его ошибка мы в конце как раз обсудили что на диагонали хэлт делается банально плохо да и вот у него его сделать не получилось забегая на пяют грели мы на вот таком столе и здесь как мне показалось очень сильно решала именно деплойка я вот выиграл айлов на атакеры дефендеры и стал дефендером чтобы выбрать себе вот эту городу историю ну почему потому что этой стороны можно очень можно было очень легко дойти до всех четырех точек то есть а точка вот здесь она была полностью вот тут на фотке как-то странно видно я не знаю может тут не так стоит дом типа он куда-то передвинулся там по ходу дела но вот эта точка она была полностью как бы за домом то есть с этой стороны с аврежской стороны ее нельзя было поскорить принципе то есть это уже был большой плюс в мою пользу и с этой стороны тоже чтобы добежать вот до этой точки там надо было как-то хитро оббегать дом что-то выдумывать а я как раз к ней подходил наоборот очень очень легко хотя опять же дом стоял по факту немножко иначе то есть я вот предполагаю что здесь он немножко сдвинулся куда-то по карте но тем не менее как бы одна сторона была очень как мне казалось выгоднее чем другая и у меня собственно как раз получилось эти четыре точки на первый ход поскорить далее началось начался второй ход и это был первый ход где я слил инициативу да внезапно и мне жестко с бластер убили гринадёра было обидно опять же я просто потерял очень глупо свою модель но что поделать как бы такое бывает зато у меня была следующая активация следующая активация я вышел банально своим обычным стрелком интерцессорем вот сюда где появился архи сибаид и убил его внезапно с одной стрельбы найдя четыре шестерки это были именно четыре натуральные шестерки правда с двумя роллами один арол был за доктрину другой за кп мне хотелось очень сильно убить архи сибаито и я убил его все таки с одной стрельбы при помощи этих самых четырех кайтов я честно этого не ожидал я ожидал его убить с двух стрельб но упорядовавшись я зарядил вторую стрельбу в ерелиндер и правда провально и неуспешно и она мне заинджоила кан все-таки вот как раз того парня который отстрелял это вот забегая на период была вторая ошибка антаре я не знаю смотришь три лента на всякий случай это как бы объясню что инжоить ей нужно было кого-то другого хотя по моему когда на кого-то бежала enjoy там был шанс за enjoy двоих все-таки то есть я к ним кем-то еще подошел то есть тогда это не была ошибка но я забыл я забыл да 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 по моему когда елендер бежал enjoy там еще стоял кто-то чтобы был была возможность заинжоить и того парня и другого парня просто заинжоился тот кого не нужно было инжоить а тот наоборот не заинжоился вот такая такая путаная конструкция вот по итогу также вот этот фланг оказался немножко барошная куархона то есть здесь был только флэр и sky splinter а у меня здесь был и ассоутник и стрелющий цесарь и ганна и в итоге я просто вот жестко передавил по сути вот это действие то есть я отжал в эту точку придя туда банально ассоутником консиле и было жесткое сражение вот за точку вот здесь на которой вот здесь находилась да вот этим домом туда пришел sky splinter и туда пришел флэр и туда пришел собственно мой стрелющий цесарь они там совсем все как-то махались ближнем бою туда-сюда флэр и там пытался меня убить в ближнем бою я от него фуллбэкнул просто и пытался расстрелять что вышло там с переменным успехом но короче плюс минус все вот это дело я передавливал как-то и на финал по сути интересно просто развернулась партия на самом деле потому что на первом ходу я вел 4 2 да то есть было вот эти четыре точки мои вот эти две мои на второй ход я решил сыграть тотально просто в убийство то есть решила купить как как можно больше моделей и из-за этого я сильно пальцем по точкам то есть тогда у меня отжал вот эту точку да там было две модели у меня всего одна собственно отжал от меня вот эту точку но она и было его всегда на самом деле отжал от меня вот эту точку и этот как reset Были те самые четыре точки, которые он у меня занял По-моему, даже четыре точки, на самом деле То есть, вот эту точку он у меня занял А вот эта была все еще моя Немножко не помню Но, в общем, дело было в том, что действительно, да, я сильно пересел по точкам Но решил нанести как можно больше дэмэджа И, на самом деле, это внезапно окупилось Потому что, опять же, на вот начало третьего хода осталось уже очень мало реки Айхорм То есть, вот здесь было, по сути, два оперативника Был бластер, и по факту все Ну, еще агент, агент эликсикан То есть, было, опять же, пять на Аймаре Один из которых сержант И я считаю, это все еще расклад очень сильно в мою пользу Вот, помимо этого, да, я немножко ошибся И подставил, собственно, своего ганера с бластером вот здесь Я города убил его вообще увереннощим со своего лидера Лидером я играл, кстати, максимально пассивно Я предоставил ему вот здесь И, типа, пострелял раз-два раза там в кого-то И потом с игрой вочи тоже вот нашел, собственно, ганера И убил его И из каких-то тоже важных моментов партии, которые мне запомнились Мой обычный осолтник-бомж, который обычно ничего не делает В этой партии подчарджал Флоуа В общем, как он обычно ничего не делает В предыдущей партии сбор пистолета убил, так сказать, сплинтар ассасина И здесь он подчарджал Флоуа, опять сказать, сплинтар ассасина И флера И убил одного в ближнем бою И второго в ближнем бою И сделал мне Робан Рензак Или именно Гарридс И точку еще поскорил Вообще мега-хорош просто Тотальный молодец Да, ну и на последнем ходу должен отметить, что была забавная ситуация Я как-то глупо сыграл лидером Он у меня, человек там, кого-то пострелял Пошел скорить точку И немножко подставился Типа, у него оставалось там две вунды, по-моему Ну, или чуть поменьше Да, не, по-моему, две вунды все-таки И его вышло стреливать как раз-таки лексикант Типа, вот сюда, да, зажимая точку мою И, типа, попадает там Два кайта и хит А, у меня, короче, я не помню У меня было пять вунду, по-моему Пять вунду, да, пять вунду у меня было, да Лексикант попадает два кайта и хит Я вот нахожу как раз-таки, типа, хит и нормал И выживаю вот в двух вундах И, таким образом, мне вообще Вот этот выживший лидер, вот буквально на одной Удачливой шестерке, принес мне внезапно Там, типа, шесть очков разницы То есть, я переезжал вот эту точку Да, это вот, типа, уже плюс одно очко, минус одно очко То есть, типа, два очка разницы Я не дал Сделать лиминейт гайз Это вот три очка в разнице Что-то еще там это приносило По итогу Не помню, что Я, по-моему, сделал лиминейт гайз Или еще что-то Ну, короче, я прям очень много очков По сути, вот, выиграл Просто вот внезапно выжив одной моделью Да, это было немножко старинновато По факту Но вот партия была такая интересная То есть, были вот какие-то такие Моменты туда-сюда Но вот были определенные ошибки, да, со стороны Андрея Потому что абсолютно нормально, да Все-таки это была его Это был бы первый, по сути, турнир в Kill 7, насколько я понял Это абсолютно нормально, тем более Как бы такая команда, как рука Архона, да Она сложная и в ней нужно разбираться Цесарь в этом плане немного пороще Это преимущество Цесарь, да Что на самом деле Они прощают ошибки своему пилоту Потому что я здесь понаделал тоже ошибок Я очень глупо убил Собственно, своего же Гайнадёра, по факту, да Абсолютно по-идиотски его подставив Да, я сделал очень тупой мув лидером И мог проиграть, на самом деле, очень много очков Но мне просто повезло по кубам И вот поющие подобные моменты, да То есть вот Цесарь не прощают ошибки А зато они не прощают ошибки своим оппонентам, да То есть как только что-то где-то не так пошло Как только где-то абонент сделал что-то не то Так тут же, пау, туда воевается Цесарь И начинает, собственно, стрелять два раза Стрелять в Вайвочи И всё, уже игра идёт по одному месту Вот, в этом плане это просто преимущество Цесарь Вот, а в итоге игра закончилась счётом 22-15 Тут же опять я могу немного путать счёт своего оппонента Может, у Андрея было там на 2 очка меньше-больше Я не помню точно, но, по-моему, было именно так У меня точно было больше 20 очков Хотя здесь я тоже могу проверять немножко Может, у меня был 21 или 22 Вот, я не помню точно, сколько я скрыл первички на третий ход Но примерно был счёт именно такой То есть было у меня больше 20 очков У Андрея что-то около 15, там плюс-минус В разные стороны Вот, ну и, собственно, что бы вы думали На третьем натрой моя команда должна выиграть свои игры Но нет, опять их проиграла Вот, тут на самом деле никакой, как бы, да, агрессии и злобы Потому что, опять же, да, как бы, ну, гномы и гномы Ещё с них взять мы, как бы, пришли фаниться Вот, они какие-то на бисманах играли совсем недавно А команда эта, которая всё-таки, да Нуждаются тоже в нагреши, пускай она очень сильная И вот в последнем туре мы попали на Ауч Тима, команду, ребят, из Морина Там, где у нас есть Орки, Пасы и Косаркины И здесь, казалось бы, вообще два матча, по которой мне не нравится Это не Пасы и не Косаркины Но, но я был уверен в себе Потому что что? Потому что, как бы, я понимал, что если наша команда слила Три тура, и мы вот в четвертом туре попадаем на Ауч Тима Значит, здесь играют тоже новички И, значит, ребята на Пасах и Косаркинах Хоть, пускай их команда, это контрпики интерцессоров Они, скорее всего, будут где-то ошибаться Будут играть не так, как играют топовые игроки А, следовательно, я смогу их жестко где-то победить и передушить Плюс за счет своей, там, опытности, наглости и так далее Поэтому я, собственно, города выбил себе Пасфайндер Гнома у нас играли с Косаркинами А Бисто с Орками на Интузе Дарке Вот, я играл с Пасами Казалось бы, это один вообще из кучих матчапов для меня в игре в целом И играли мы еще его вот с Секьюри Фланг на столе Который я вам покажу, и вы поймете, почему это казалось вообще максимально плохо для меня Но играли мы хотя бы Секьюри, не лут Так что не все, опять же, да Была против меня Это вот плюс командника Если бы мы играли лут, да, против Пасов То, наверное, я бы, я бы сжался Мне бы было бы нехорошо Но Секьюри как бы позволить себе можно Я все еще никак не меняю себе Килтима Разве что возвращаюсь на свою стандартную сбойку по вторичкам с Раутом Потому что это уже все-таки деплойки как бы длинные Там можно позволить себе делать Раут У моего оппонента стандартная сбойка Пасов Я решил не перечислять все эти модели Потому что их там 12 штук То есть это все спецы, эксперты с аэльсами Аэкон, Дарона, Ган, Дарон, Падароном И из эквипа 5 просто химов, да Хай-интенсити маркерлайтов Вообще абсолютный стандарт, ничего нового Протокопс он взял Киллинг Блоу Мой оппонент зовут его Илья, кстати Илья Зе Иван, такой у него ник Тоже наш зритель, привет, кстати Киллинг Блоу, Рекавер Айтем и Куарьер Вот, на самом деле Как будто бы нормальный набор для пасов Но вот Киллинг Блоу был стоянный чорс И он как раз-таки Илью подвел Играем мы вот на таком столе То есть это стол, где все, по сути, визи был Потому что везде вот эти стоянные решетки И все в апскюре Но есть одно-два, да, пасы могут Апскюр игнорить, да То есть, казалось бы Максимально фиговый для меня стол Ну и я решил как бы не бояться А просто давить и давить на шарю Опять же, я выиграл Илов на атаке и Дефендера И мне вот как-то провело на это По ходу всего командника И я взял себе вот эту сторону По одной простой причине Потому что здесь у меня есть безопасная домашняя точка Которую я могу просто нажать И как бы не париться по этому поводу, да И вот эта точка, мне кажется, тоже более защищенная на самом деле А для меня, то есть тут Две более защищенные точки Что является для меня всегда большим-большим преимуществом Для того, чтобы забирать себе сторону, да Я, собственно, подеплоился Равномеренно по всей плоскости своей деплойки Как бы тоже ничего особо сильно не выдумывая Мой же оппонент подеплоился на самом деле очень агрессивно То есть я всех задеплоил в консил Как бы опасаясь, да, жесткой стрельбы пасов Мой оппонент же решил как раз-таки меня нашугать Своей жесткой стрельбой И встал многими пацанами в Engage Собственно, вот здесь в Engage стояли Weapon Experts Лидер из действия в Engage Weapon Expert был Гандарон в Engage, спрятавшийся вот тут И еще там какое-то количество лет было в Engage Или там просто снайп Бладит был их, да, сайлент чувак в Engage Нет, в Engage он был в консиле Он просто мог стрелять из консиле, да, потому что у него сайлент Ну, короче, у меня было прям очень много угроз со стороны моего оппонента И Гренадьор еще был в Engage, кстати, по-моему Это не точно И Гренаду он не кинул вообще по факту на первый ход То есть там как-то у него странно все это произошло Я точно уже не помню, как, честно, там, чего случилось, да Почему он не кинул Гренаду Вот, то ли он первым побежал на точку, типа, чтобы айтем нажать То ли еще что-то Я, короче, немножко запутался По-моему, он именно точку побежал, типа, нажимать Типа, он вот вышел, нажал на точку Април кончилось, и на этом, как бы, все, никакой Гренады Была такая тема Я же, типа, вот здесь нажал точку Там, типа, сюда походил, чтобы там куда-то выбегать потом Лидером сюда же подошел под дверь, чтобы оттуда выбегать Здесь, там, точку нажал, спрятался И вот здесь я решил, короче, хитро сыграть И выйти обычным своим стрелющим сессором И пострелять, потому что я нашел, во-первых Вот, пристрелил в вэпун... в снайпера, вернее, в ингейдже Который стоял вот здесь И вот очень хитрый через весь стол в гандарона Который стоял вон там, в ингейдже Но в итоге я с двух стрелек убил только вэпун-эксперта, да? И вот гандарона мне пришлось сбивать уже потом Правда, не уверовольщим, а стрельбой после смерти Потому что у меня, понятное дело, вся такая огневая мощь задудосила банально Но у меня получилось-то сделать То есть Илья не подвигал гандарона И оставил его стоять там, где тот стоял Это, наверное, было все-таки ошибкой серьезной То есть его можно было хотя бы сюда увезти куда-нибудь Но... В итоге он просто, да, банально оставил мне цель для... Стрельбы после смерти таким образом Это вот такая была серьезная ошибочка Но я уже потерял мари, это больно И вот свои последние активации я вывожу банально вот сюда парня Чтобы нажать на точку Илья делает очень хитрый мув Дает дополнительный APL вэпун-эксперту с Айлисой И, собственно, тот идет, делает там мув По-моему, мув По-моему, что-то хватало, чтобы подойти в два дюйма ко мне Насколько я помню Мы там даже стайперами померили По-моему, да, ему хватало И он, в общем, вышел Кинул как-то очень жестко, типа там два каита, два хита И убил мне банально тоже осолтника со своей стрельбы И проезжал еще точку То есть я что-то был, опять же, очень сильно подавлен Как будто бы вот в конце первого хода То есть я убил две модели пасов И потерял две своих модели Что, конечно же, вообще несоизмеримо По качеству внесенного дамага Но я решил, опять же, не сдаваться Потому что, ну, типа, ну, окей, убил две модели и убил Но все еще впереди И в итоге На второй ход вот началось тотальное безумие То есть, во-первых, я опять выиграл инициативу Я решил, что, ну, как бы Просто надо выигрывать инициативу и выигрывать игры, да Правильно, правильно Меня перехватили ворфикозом, да Гайнадзюар решил все-таки кинуть гранату Пасовский Но кинул внезапно бластовую ЕМПшку И не нанес ей никакого существенного урона в две мои модели И далее я начал разносить, пока есть такая возможность И, собственно, сначала я вот убил вэпн-эксперта И переезжал точку обратно Марэм, который стоял вот здесь Дальше там что-то там случилось не особо важное И далее началась соединя Потому что у меня выбегает мой лидер Убивает, собственно, гранату и тренспектрального паса А потом у меня выбегает ганар Не ганар, в смысле, а гранадер И там чарджет Добивает гранату, которая спаслась от медика И кидает гранату в благи Это тоже его убивает То есть я делаю по две модели Каждую свою активацию Потом жестко мой ганар вылетает сюда И убивает еще одного вэпн-эксперта То есть я решил просто максимально убивать модели Которые могут нанести мне какой-то орион И по факту я это сделал То есть на второй ход Все опасные модели для меня действительно опасны Не считая по факту айкандрона Они уже были мертвы Да, и далее мне по факту оставалось просто пережимать точки И добивать вот эти остатки пасов Которые там меня пукали Что-то на 4 плюс 4 и 5 без АП Но что я в целом спокойно переживал Со своим третьим сейвом То есть здесь сработала моя стратегия Тотальной агрессии И убийства именно ключевых моделей оппонента То есть то, что я всегда делаю На самом деле играя за цессоров И это то, что нужно понимать Когда вы играете за цессоров Надо именно фокусить те модели Которые могут вам потенциально нанести Какой-то орион Потому что убить какую-нибудь плазму Или ту же самую Орельсу Это всегда куда более выгодно Чем убить оппонента двух бомжей Потому что двух бомжей вы убьете И на следующий ход Как бы с такой же эффективностью А вот если вы не убьете Орельсу То она очень вероятно убьет вас И для вас это будет некруто Вот, ну и собственно далее Просто я гордо вышел в деплой оппонента То есть здесь у меня стоял ганер Здесь у меня стоял лидер Здесь стоял мурасолтник С гранатами И как бы вот и все А все модели оппонента Они оказались как раз таки Уже вот заочены вот здесь Только один его лидер убежал Сделать курьеры Собственно вот в мою деплойку Чего я не ожидал, да И это был первый вообще случай На моей памяти Когда кто-то сделал курьеры На два очка так эффективно Вот, а по факту Как бы на этом партии Уже тоже закончилось Типа я на третий ход убил Айкандрона И больше в целом не осталось модели Которые могли что-то мне наносить Единственное, под конец На четвертый ход Случился дикий лаг Потому что я вспомнил Что забыл сделать Арбен Рензак Хоть кем-то И побежал там Добивать комса Своим лидерам И лидер у меня уже был ранен И в очень плохом состоянии Но мне повезло Плюс найти Типа три успеха На четыре плюс И все по факту Здесь очень сильно Зайшало Удача Так я бы не сделал Арбен Рензак И выиграл бы со счетом Не 22-16 А 20-16 Вот Здесь опять же могу Немножко переверять счет Ильи Возможно он был Больше на одну очку Или меньше на одну очку Но вот где-то около такой Вариации он крутится То есть вот такая вышла Интересная партия По сути это партия Такая игра в ультра-агрессии То есть типа Илья решил сагрессировать Я решил сагрессировать Но вот в таком Именно простом Стат-чеке Да вот Столкновение лундов Статов Стат-стат-статки Все-таки перебивают пасов Что является Как бы хорошим показателем Итого собственно И да Тут должен отдать должное Здесь Мои схроманники Наконец-то выяли силами И тоже выиграли Свои партии Поэтому у нас Последний твой Хотя бы был выигрыш И за счет этого Мы в турнирной таблице Попали хотя бы в топ-10 Что меня очень сильно порадовало Здесь мы конечно же Как бы не метили Куда-то там В топ-5 Да Мы бы не взяли тогда Дома в команду Понятное дело Вот Но я приспорядовался Да Что я выиграл Все четыре своей игры И все свои четыре игры Я играл против команд Ксеносов А я играл за Десвотч Интерсессора Что мне особенно Понятно Да То есть я еще Бэковый партий сыграл И все из них выиграл И вообще клево Классно И даже в топ-10 попали Ну вообще замечательно В итоге у меня были Очень позитивные вообще Мысли и настроения После командника Да Как бы все хорошо Что хорошо кончается Вот Первое же место заняли Вот как раз Творен Туинишестив На которых я обращал Ваше внимание А второе Кубан Варп Китчен Да Вот наши гости Которые поехали Из аж К Краснодара Это было очень здорово Да Вот Лига Алексеев Заняла только Третье место Почему? Потому что Леха Гермелеон Поиграл мне партию Я сломал им Всю математику очков Вот Внезапно Если бы не я Вот И не моя Стальба с болт пистолетов То возможно Алексеи были бы Первыми или вторыми Но Вот такое бывает Итак Мысли по Интерцессорам Я считаю Что Интерцессоры Сейчас особенно Это отличная И сильная команда То есть Их основные контрпики Из мета пропали И вообще Мне было очень приятно На них вернуться Да Вот играть За именно танкущих Клёвых чуваков Которые там Терри Петворион Хорошо дамажат На которых можно положиться Это прям очень здорово На самом деле Да И вот В какой-то момент Что я вот Понял Типа И за что я на самом деле Люблю Цесоров Вот я ощущаю Что играешь Очень расслабленно На самом деле То есть Я там не парился Я не думал Какие-то гамовы Я делал то Что я делаю всегда Да Я типа Иду вперед Стреляю Убиваю Как можно больше моделей И в то же время Я вот просто Замечаю Как мой оппонент Постоянно Вот он Прям парится И думает Что бы ему сделать Со мной А я не думаю Мне думать не надо Да Я хожу Стреляю два раза И у меня все хорошо Вот И в этом плане Уже на когнитивном уровне Это является Определенным преимуществом Отрицессоров Да То есть Конечно На каком-то там Более высоком уровне игры С очень сильными оппонентами Цесоры Наверное Они будут не очень хорошо Себя показывать Там за счет того Что у них не так много инструментов Но И то мне кажется Часто спорно Я вот сейчас Надеюсь Хорошо попилотировать Цесоров Да И вот Чего-то ими добиться Серьезного Потому что Цесоры Правда Могут себя очень хорошо Показать И возможно Мне кажется Они могут даже Занести первое место На ревенции Вот Но об этом Мы подробнее Говорим Поговорим В будущих выпусках Да А в целом О мете И так далее Также хочется сказать Что Ультра-агрессия Это круто Да То есть Цесорим Нужно играть Агрессивно Правда Не на первый ход То есть Первый ход Надо отыгрять Спассивно Лучше не подставлять Модели Да Там Можно Там отдать Там Четыре точки Оппоненту Можно Там Обойти С тремя Не четырьмя Главное Чтобы У вас Все модели Были В достаточно Безопасной Позиции А вот Уже На второй ход Надо начинать Просто реально Агрессивно Влетать Оппоненту В лицо И убивать Как можно Больше Моделей Просто Чтобы Каждая Ваша Активация Приносила Труп Или лучше Два Трупа И потом Еще рассчитывать На Кулаков Беломечей И Вот Просто Придавливать Его Вот Этим Самым Ну А конечно Здесь я Должен Отметить Что Тут Командник Спас Меня От Неприятных Матчапов То есть Да Я Не Играл С Высоковровневой Инквизицией Допустим Да Я Не Играл С Фобосами Лут И так Далее То есть Командник Спас Меня От Принципальных Неприятных Матчапов С которыми Я попался Бы На Сольники Да И конечно Командник Спас Меня От Миссии Лут Да То есть На Сольники Вероятно Мне было бы Намного Тяжелее Сделать Четыре Победы На Интерцессорах Но все Таки Я их Сделал Да И Собственно На Следующий Сольник Я надеюсь Тоже Пройти Интерцессор И все Таки И опять Ими Неплохо Сыграть И что Нибудь Такое Эдакое Вытворить Да Посмотрим Как у меня Получится Дай мысли По команднику Собственно Этот командник Помимо того Что он Просто Важное Событие В жизни Коммунити Он еще Перед нами Раскрыл Очень много Новых Возможностей В плане Организации Да То есть Мы Ну как Мы Арчи За что Ему Как раз Таки Гиринское Спасибо Да Кирилл Арчи Организатор Всего Этого Дела Здесь Я Не Морально Как-то Может Поддерживал И Немножко Где-то Информационно Мы просто Выяснили Очень много Вообще Возможностей Наших Что мы Можем Делать Что мы Можем Доставать Много Теарейна Что мы Можем Собирать Много Людей На наши Ивенты И поэтому Ждите В будущем За тряпочку Закину Новых Крутых Ивентов В том числе С моим Организаторским Участием В вложении Потому что Киллсим Будет Будет Какой-то Очень большой Классный Ивент Верняк 100% Где-то Ближе К осени Но Верняк Будет И Верняк Будет Классно Так что Следите За новостями Вот Ну а в целом Хочется сказать Большое спасибо Всем участникам Всем гостям Питера Что доехали Что сделали Такое Событие А реальным И возможным Это все Очень клево Классно И здорово Я всегда Радуюсь Подобному Презвенку Жизни И очень Говорит Вообще Да Что наше Клтим Сообщество Оно Так сильно Выросло И позволяет Себе Приводить Делать Настолько Крутые И классные События Так что Большое спасибо Всем участникам Большое спасибо Гигантское Просто Арчи За организацию Всего этого Действия Спасибо Анклаву И спасибо Вам Дорогие Зрители За то Что нас Смотрите И тоже Поддерживаете Своими Словами Комментариями И так далее Опа А у меня Как-то Каива Закрывается Теперь Тренсляция Да Моей Презентации Ну что ж Собственно На этом Все Как бы Мое Приключение Подошло К концу Большое спасибо Что посмотрели Это видео До конца Если вам понравилось Не забывайте Ставить лайк Подписываться На канал И оставлять Ваши комментарии Также Не забывайте Проходить по ссылкам В описании Подписываться На ВК Телеграм И конечно же На Бусти Бусти Дает вам Наверное Доступ К роликам И место В титрах А также Мою любовь Люблю вас Мои Бусти Подписчики Вы самые лучшие Замечательные И классные Я вас Обожаю Вот Так что Не стесняйтесь Подписывайтесь На Бусти Я говорю Очень сильно Благодарен Вашей поддержке Вот в эти Дни Какой-то болезни И общей занятости Очень приятно Получать Подобную Поддержку Это правда Очень много Для меня значит Ну а за сим И правда Все Играйте в Kill Team Играйте в Kill Team Осознанно И на крутых Больших ивентах И пусть у вас все будет хорошо А это был канал A handful of boys До новых встреч И пока-пока